Музыка Инвалидная коляска не приговор. Так считает мама 15-летнего Димы, который два года назад сломал позвоночник и теперь прикован к постели. Способность ходить могут вернуть специальные физические упражнения, но на реабилитацию нужны десятки тысяч рублей ежемесячно. Таких денег у семьи Димы нет. Нужна помощь. Сегодня у меня в гостях мама Димы Екатерина Хмелёва. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Хмелёва, 36 лет. Родилась в Саратове. Окончив школу, поступила в музыкальное училище. После этого отучилась в педагогическом институте на музыкальном факультете. Работала в Центре творчества. В 2013 году участвовала в шоу «Битва хоров». Сейчас преподаватель в музыкальной школе. Екатерина, расскажите, пожалуйста, как ваш сын сломал позвоночник? На самом деле сломал он его в 13 лет, в 2016 году. Эту дату, наверное, я на всю жизнь запомню, 19 декабря перед Новым годом. Ну, обычная мальчишеча шалость. Наверняка все знают, что дети в этом возрасте, подростком 13-14 лет, прыгают, бегают, лазают по горам. Вот они, собственно говоря, после школы с другом решили на заборе покрутить сальто. Первый раз мой ребенок это сальто докрутил, приземлился на ноги, а второй раз не докрутил. И вот своим подростком вот этим вот весом упал на спину. Он мне звонит и говорит, мамуль, я лежу около забора, и я не чувствую ног. У меня ребенок никогда не был особенно сильно спокойным. То есть, ну, как все мальчишки, баловался, прыгал, бегал. Но почему-то, когда вот он тогда мне позвонил, об этом сказал, я поняла, что случилось что-то страшное. На самом деле случилась большая беда. Мой ребенок сломал спину и очень сильно, серьезно повредил спиной мозг. То есть сам по себе перелом позвоночника, он, конечно, тоже очень страшен. Но самое страшное, наверное, когда повреждается вот этот столбик, который находится в спине, спиной мозг. Вот у моего ребенка очень грубое повреждение спинного мозга на пятом грудном отделе. То есть, собственно говоря, полностью его диагноз звучит как скольчатый перелом и вывих на пятом-шестом грудном отделе с грубым повреждением спинного мозга. Ушиб из давления, написали нам в диагнозе. Ну, сейчас на данный момент у меня на руках тяжелый инвалид. Потому что, ну, чтобы люди понимали, это повреждение опасно не только тем, что человек не ходит, но опасно тем, что ниже пятого-шестого грудного отдела человек перестает функционировать все органы нормально, так как у здорового. То есть это не работают почки, нужна катетеризация, чтобы выводить мочу. Не работает кишечник, то есть мне приходится самой делать клизмы, выводить вот все продукты жизнедеятельности из ребенка. К тому же у ребенка очень, к сожалению, большое количество осложнений. То есть у него от неподвижного образа жизни развился остеопороз в ногах. То есть у него хрупкость костей, у него тромбоз левой повздошной вены на уровне бедра. То есть очень сочетанная страшная болячка, лечение, которая требует постоянных финансовых вложений и людской помощи. Вы проходили где-нибудь курсы реабилитации? Да, когда вся эта беда случилась, нам сделали операцию, и мы с помощью неравнодушных людей, которые собрали тогда, спасибо им огромное просто, большую сумму денег, мы смогли пройти курс реабилитации в Греции. Мы ездили на месяц, там ребенку делали обследование, посмотрели, сказали, что небольшая проводимая спинного мозга сохранена. То есть делали томограмму специальную спинного мозга, но травма настолько тяжела, что для восстановления ребенку нужна постоянная реабилитация, курсы реабилитации, зарядки, физическая поддержка, какие-то вот постоянные, постоянно этим всем заниматься, чтобы он смог встать. А какие вообще прогнозы еще дают врачи? Прогнозы вообще, прогнозы на ходьбу не очень благоприятные, потому что травма очень тяжелая. Но мне сказали так, вот из-за границы мы были, что даже если он пойдет, то это будет очень нескоро, он не будет ходить, как вот нормальный человек на двух ногах. Это может быть либо с костыльками, либо с ходунками, вот, но передвигаться он должен, если будет возможность, скажем так, проходить курсы реабилитации. И у нас есть надежда, потому что он у ребенка, он еще растет, и косточки растут, и все, мы просто надеемся, что мы сможем его поставить. Мы побывали в гостях у Димы, давайте сейчас посмотрим сюжет об этом. До травмы мама Димы Екатерина хотела видеть сына профессиональным музыкантом, ведь он родился в династии музыкантов. С восьми лет мальчик начал ходить в музыкальную школу, играл на классической гитаре. Мне кажется, что гитара – это такой инструмент, он как бы для компании, то есть для того, чтобы сидеть в компании с людьми, там, например, у костра у того же дня в лесу, петь песни, играть, там, или в лагере, вот это вот у нас так было. В гитарном лагере мы сидели у нас в отряде, играли и пели. Было весело. Это видео сделано за неделю до того, как Дима сломал позвоночник. Сейчас мыслей о карьере музыканта у него нет. Гитара пылится в стороне, а Диме нравится проводить время за компьютером. Мне как-то сейчас больше интересно развиваться в сторону как раз компьютерной всей этой деятельности, то есть программирование, 3D-моделирование, вот это вот всё. Мама поддерживает решение сына стать программистом. Ей трудно сдерживать эмоции, когда речь заходит о травме Димы. Ведь её ребёнок не может выйти на улицу и вести полноценную жизнь. Меня просто на самом деле сейчас убивает. Это из-за того, что у нас жильё не совсем, скажем так, доступное для такой травмы. У нас предназначено, действительно, что-то делается для благоустройства инвалидов, какие-то центральные улицы, вокзалы, аэропорты. Но какой смысл, если мой ребёнок на них просто не может попасть? Он выезжает из дома, да, и у него здоровая лестница такая наверх. Екатерина отметила, что её сын уже больше полугода сидит в четырёх стенах. Одними из самых близких людей для него стали несколько добровольцев. Они каждый день приходят и помогают ему делать комплекс упражнений. Ежедневные тренировки – единственная надежда встать на ноги. Добровольцы помогают поднять не только самого мальчика, но и его дух. Ежемесячно на реабилитацию тратится несколько десятков тысяч рублей. Такая сумма семье не по карману. Сейчас Зиме нужна новая инвалидная коляска. Вот травма получила, когда ему было 13 лет. Сейчас ему будут спросить, что через полгода будет 16 лет мальчику. Он вырос. Нам нужно вот здесь и сейчас эту инвалидную коляску. А денег у меня на неё нет. Она стоит вот новая, та, которая нам нужна, в районе 80 тысяч. Это всё нужно где-то доставать, где-то искать, опять у кого-то просить. Это всё очень тяжело. Екатерина просит помощи у всех неравнодушных и верит, что её сын снова сможет ходить. Главное – сдаваться она не намерена. Получается, вам нужна финансовая помощь. Ещё вам требуется помощь волонтёров, которые будут два раза в день помогать Диме вставать в кровати. Да. А какая ещё помощь вам нужна сейчас? Ну вот на данный момент у нас очень остро стоят два вопроса. Первое. Покупка инвалидной коляски. К сожалению, у нас как-то всё устроено так, что не совсем понимают, наверное, люди, которые занимаются инвалидной темой, что инвалид в некоторых случаях не может ждать, пока что-то ему дадут. То есть нам, в принципе, в программе реабилитации положено. Инвалидная коляска новая. Ребёнок упал в 13 лет. Сейчас ему, простите, через полгода будет уже 16. За три года он вырос. Та коляска, которую мы опять же покупали за свой счёт, за свои средства, сейчас ему мала. И на данный момент мы стоим в очередь на эту коляску. Но получается так, что из-за того, что мой ребёнок находится на коляске, которая ему мала, он натирает себе на этом уровне пролежни. Мы всё лето посвятили борьбе с пролежнем. Пролежни, чтобы зрители понимали, это когда на повреждённых участках отсутствует иннервация, то есть проводимость нервных импульсов. И поэтому, если, допустим, у нас ущипнуть, у нас этот щепок проходит, там это начинает сразу же гнить. То есть образуется пролежень, который просто человек начинает сгнивать. Это очень страшно, это требует, на самом деле, очень долгого лечения. И вот у нас уже один пролежень, закончилась операция. То есть когда у нас был пролежень вот здесь вот на ноге, на этом месте, ему ребёнку пересаживали, сдирали кожу с руки и пересаживали на ногу. Мы прошли уже это, это ад. Это очень тяжело, нам бы хотелось бы этого не допускать. Это можно не допускать, если ему сейчас просто приобрести коляску пошире. Но надо понимать, что новая коляска стоит в районе 80 тысяч рублей. Таких денег у меня просто сейчас нет, я их ниоткуда не возьму. Вот. А государственное то, что нам положено, мы ждём. Но, к сожалению, у нас пролежень здесь и сейчас, а не тогда, когда нам её дадут. Нам нужно этот момент решать сейчас. Ну и то есть когда вы её получите, вы тоже не можете знать. Это неизвестно, да. Я не могу знать точно, потому что, ну, когда я созваниваюсь с органами соцзащиты, мне говорят, да, ну вот мы ждём в очереди, то есть всё, пятое, десятое, но пока вот этот вот вопрос тормозится. Или что у нас, скажем так, не особо предназначена наша история под то место, где мы живём. То есть у нас жилищная проблема очень сейчас актуальна, потому что у нас, конечно, большая квартира, она нам по жилплощади подходит, но дело в том, что это старый дом и огромные лестницы наверх, которые для того, чтобы ребёнок просто вышел на улицу, да, мы там с помощью средств друзей установили пандус в подъезд. Но, опять же, мы выходим из подъезда, и для того, чтобы ребёнку пересесть, например, на машину куда-то доехать, нужно пройти огромный пролёт по ступенце, на котором на пандус уже там установить нет никакой возможности. Вот. И для того, чтобы ребёнку элементарно попасть даже в школу, да, хотя бы там раз в месяц доехать, да, вот, ему нужно четырёх здоровых мужиков, которые возьмут его на коляску и как на троне потащат. Это просто ужас. Вот. На данный момент у меня ребёнка не было вот с лета на улице уже вообще, потому что вот тогда я просила, у него мальчишки, дай бог, в здоровье приходили, помогали, его таскали, мы его перевозили там к бабушке какой-то на какое-то время. Сейчас он опять сидит дома и опять не выездной. То есть вот эти две очень острые проблемы. Это социализация, то есть человек, получается, не выходит на улицу. И вот коляска на данный момент, вот это самое острое. Ну и в перспективе, конечно, реабилитация, потому что ребёнком надо заниматься, а с этим всё очень плохо. Екатерина, скажите, а как люди, желающие помочь, могут сделать это? Ну, во-первых, значит, я есть во всех социальных сетях, мой телефон всегда открыт, везде мне можно позвонить. То есть я даю какой-то номер пластиковой карты, куда можно перевезти какие-то там денежные средства, чтобы ребёнка там на реабилитацию, на лекарства и всё такое. И, конечно же, нам нужны добровольцы, люди, которые будут приходить, мужчины, у которых будет полчаса времени просто мальчишку поднять, пока вот мы никуда не можем уехать, да, чтобы у нас вот эта зарядка происходила, потому что, к сожалению, сама я одна, не могу его с трёх сторон поднять, ну, никак. Там вот по сюжету увидели, как это должно происходить. А как сам Дима относится к тому, что он не может ходить? Ну, конечно же, для ребёнка это страшнейшая психологическая травма. Мне сейчас больше всего не нравится то, что ребёнок, он, в принципе, сам в себе достаточно интровертный по своему складу характера. Он сейчас начинает закрываться. Меня это всё очень пугает, потому что он, получается, прикован к четырём стенам. Это и переходный возраст на это накладывается. В принципе, дети с 14-15 лет, это, в принципе, непросто, у кого есть дети, знают. Но когда это ещё плюс накладывается на то, что человек повредил себе спину и никуда не ходит, то есть обычно ребёнок у него какой-то стресс, депрессия, он выбежал на двор, там, поиграл с друзьями. Мой ребёнок такой возможности лишён. То есть он сейчас чем-то занимается, он может только по сети, по каким-то играм пообщаться с своими ровесниками. Ну, иногда там, ну, может, к нему кто-то из друзей зайдёт, но это всё очень тяжело достаточно. Для него психологически это тяжело. На сегодняшний день технологии достигли такого уровня развития, что даже парализованные люди могут встать на ноги и начать самостоятельно выходить на улицу, встречаться с детьми, ходить в кино, то есть жить полноценной жизнью. Это возможно благодаря медицинскому экзоскелету. Предлагаю посмотреть сюжет об этом. Создали экзоатлет, который работает как реабилитационное оборудование, то есть он фактически даёт возможность парализованным людям вновь встать и начать ходить. То есть основная задача – это привести в движение ноги, которые сгибаются в коленных и в коленных суставах, и в тазобедренных суставах. На текущий момент мы провели исследование с пациентами с последствиями травмы спинного мозга, с последствиями инсульта, с рассеянным склерозом и подростки с ДЦП. В результате того, что они ходят, у них возникает чувствительность в ногах, у некоторых возникает движение, у кого-то существенно улучшается самочувствие. Любой человек, с которым случилось несчастье, который вдруг потерял возможность ходить, он может госпитализироваться в одну из 30 с лишним клиник, они в разных регионах. Можно госпитализироваться по ОМС на две недели и пройти курс реабилитации, и после этого вернуться в клинику через какое-то время, которое положено по закону. Я, конечно, хотела бы, чтобы разработанная нами версия стала палочкой-выручалочкой для тех, у кого случилось несчастье, они потеряли возможность ходить, чтобы это был инструмент, с помощью которого они как максимум вернули себе двигательную функцию, а как минимум использовали в ежедневном режиме для того, чтобы просто обеспечить себе качество жизни принципиально другое. Насколько мне известно, такой медицинский экзоскелет стоит больше миллиона рублей. Это очень большие деньги. И вообще реабилитация инвалидов стоит очень дорого. У родственников часто складывается один и тот же вопрос. Где взять средства? Вот как вы считаете, как можно решить этот вопрос раз и навсегда? Ну, на самом деле, я считаю, что должна быть какая-то именно социально-государственная поддержка именно в плане реабилитации. Да, очень много делается, я не спорю, допустим, делается более доступная среда и так далее. Но вот, например, я столкнулась лично с чем? Санаторий для спинальных детей в России, в принципе, априори нет. Вот рассказываю совершенно четко. Я могу не тратить большие деньги. У нас прекрасный санаторий, есть не санаторий, а реабилитационный центр в Саратове, замечательный. У меня ребенок, поскольку мы задружились там со всеми ребятами, которые давно уже на инвалидных креслах, они его пригласили, взрослые ребята, мы посмотрели. Ребенку по росту, он у меня высокий, ему уже 15 лет мальчику, он почти метр восемьдесят, вес у него под восемьдесят. И ему подходят все эти тренажеры. Мы столкнулись с тем, что мы не можем туда попасть, потому что лицензии там с 18 лет. Я говорю, а что же нам делать? И получается так, что когда я спрашиваю, а почему нет, мне разводят руками санаторий, конкретно для детей с переломом спины нет, для ДЦПшников есть. И мы ничего не можем сделать, потому что, в принципе, в России этого нет. Единственное, где вот есть, я более-менее не нашла, а уже, по-моему, в Сочи можно туда съездить. Но это, опять же, ехать за свой счет, это, опять же, 200-300 тысяч на месяц. Их тоже откуда-то надо брать. А так что вот это мы стоим, да, я добилась того, что мы на ИПР стоим на санаторное курортное лечение. Но за два года пока ничего не было предложено. Вот так что вот съездите, вот вам вот там вот. Я не знаю, что с этим делать. Пока что, говорю, на данный момент мы вот своими, с подручными средствами, с врачом-реабилитологом занимаемся дома сами. Вот как-то так это происходит. Централизованно вот эта проблема совершенно не решена, к сожалению. А на ваш взгляд, что можно сделать государству для того, чтобы реабилитация стала доступнее для инвалидов? Ну, элементарно, вот самое элементарное, хотя бы сделать лицензию хотя бы для детей таких, которые попали в такую беду, как-то приспособить, найти уж специалисты, если уж такие дети есть, с ними же что-то надо делать. Вот, то есть, в принципе, там сделано все для инвалидов, абсолютно там все очень удобно. Это, в принципе, не находится далеко от нас уж. Но мы не можем туда попасть? Как-то это надо решать? Вот, чтобы мы могли тоже. Потому что, ну, получается, с 18 лет он туда попадет. А до 18 нам что делать? Вот нам еще... Мы уже лежим 2 года, еще 3 года нам надо пролежать, видимо. Екатерина, спасибо большое, что вы сегодня пришли, поделились с нами вашей историей. Я вам желаю искренне, чтобы у вас все сложилось более-менее благополучно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Наша программа подошла к концу. Все выпуски «Живи» можно посмотреть на сайте saratov24.tv. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»